Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Но сегодня речь пойдет не только о книгах. Сегодня речь пойдет о жизни, такое какова она есть. Ксения Драгунская. Ангелы и пионеры. Книга рассказов, которые успешно притворяются детскими. На самом деле это глубокая интересная проза, совершенно не рассчитанная только на детскую аудиторию, как и любая хорошая детская книга. Хулиганистая до последней степени, поэтому у этой книги стоит возрастной ценз высокий. Но не потому, что там что-то эдакое есть, а потому что это действительно история, рассказанная, скажем так, без прикрас, о том, как оно есть. Вот эти вот самые прекрасные ангелочки, которые черти просто черти, эти прекрасные чертиняточки, которые ангелы на самом деле в душе, вот они и составляют главных героев этой книги. И ангелы и пионеры это фантастические, феерические истории, чего стоит только эпизод с рассказом о том, как учителя едят шторы, а учителя, как известно, питаются шторами. Это диалог, он идет в семье, да, пересказать его своими словами, это значит угробить всю драматургию текста, но я все-таки попробую. Куда же мне деваться, раз уж взялся. Итак, это действительно большой вопрос. Зачем каждый год учителя собирают деньги на шторы? Кто хоть раз сдавал на родительском собрании хоть какие-то поборы, вот, по платке, тот прекрасно понимает, о чем я говорю. Это действительно, да, шторы, еще линолеум я бы добавил еще, линолеум, тоже бесконечная статья расхода. Вот, но ладно, линолеум там уже в шесть свое все застелено, мне кажется, надо уже заасфальтировать просто и успокоиться, вот. Но здесь шторы, да, ну вот прекрасный совершенно ответный запрос. Но они же питаются ими шторами-то, они их жуют, ну что же это делать-то? Вот, вот и приходится питаться, потому что шторы в столовой вам не выдадут, а витаминов в них немного, шторы уходят очень много из расчета на одного учителя в пересчете на квадратный метр ткани. Вот, в общем, это очень смешная книга. Пересказывайте ее своими словами в «Варварство», читайте «Драгунскую». Она очень известна как драматург, по ее пьесам учат реально студентов театральных вузов, и это действительно отдельное чудо наших дней, да, что у драматурга такие рассказы. Я с восторгом рассказывал о ее книге «Большая меховая папа», это было где-то год или два назад, да, и вот сейчас с удовольствием держу в руках ангелов и пионеров. Ну и, наконец, перехожу к сути. Почему это так интересно взрослым? Потому что на самом деле это некий род психологического тренинга. Когда тебе рассказывают в стиле стишков про Вовочку, да, маленький мальчик нашел пулемет, про ЕГЭ, ты как-то перестаешь трясти, и уже в алкордине не тянет идти пить на кухню, потому что у каждого, у кого ЕГЭ на носу, да, у его ребенка, я имею в виду, конечно, у каждого очень-очень черные мысли ходят в голове, потому что мы невротизировать своих детей умеем, как никто, вот их натрясти. ЕГЭ, ЕГЭ на носу, почему не занимаешься, занимайся, занимайся, почему не занимаешься, ЕГЭ на носу, да. Вот, а одна девочка занималась ЕГЭ, очень-очень готовилась, очень старалась, так переживала и срезалась на Пастернака. Пришла домой, вспомнила эту стихотворение Пастернака, видимо, да, легла на кровать и умерла. Все, все, ведь у него плохой ЕГЭ, это же звучит почти как у него спит. Я сейчас цитирую Драконскую. Ну, конечно, это анекдот, конечно, это смешно, да, но это черный юмор, который в данном случае вполне оправдан. Успокоимся все уже, да, уже перестанем трясти наших бедных детей, вытряхая из них последние остатки детства, для того, чтобы они все-таки хоть немножко осознанно это делали, да, они пытались, ну, соответствовать нашим высоким ожиданиям, да, самая страшная психологическая ошибка. Вот, Драконская, конечно, это своего рода психологический тренинг для детей и для родителей. Но, кроме того, это еще глубокая проза, которая говорит о вещах очень-очень сложно, укладывающихся в сюжетные новеллы, да, сюжетные рассказы и доступных вот действительно пьесы. Если мы вспомним, то чеховские пьесы ведь тоже комедии обозначены как жанр. Это очень-очень важная деталь. Она действительно говорит о том, что, смеясь, мы временами можем внезапно заплакать. Потому что рассказ Драконской «Милые люди» надо прочитать абсолютно всем – детям, взрослым, педагогам. Это шедевр. Это натурально шедевр на уровне, ну, я не знаю, лучшей прозы, написанной в конце 20-го, начале 21-го века. Там ничего и такого не происходит. Там мальчик и девочка вынуждены общаться, о чем-то сидеть, говорить в своей комнате, пока родители устраивают званный вечер, да, когда вот торжественно приглашают в гости. Обязательно те, кто, значит, приходят в гости, должны припереться с тортом, там, да. Ну, не обязательно с тортом, а может быть какая-нибудь другая вкусность, да. Те, значит, накрывают лучшую скатерть, все так далее, да. И, значит, ребенку говорят, веди себя прилично, у нас будут гости, у нас будут гости, да. Вот там придет девочка, вы с ней познакомитесь. Соответственно, происходит такие же, такое же сфотовство происходит и у взрослых, да. Там тоже есть одинокие племянники, которые дома держат 8 хомячков, да, значит, или дяди, да. И, значит, все это открывается по ходу сюжета, но это не важно. Дети-то познакомились. Он показал свою прекрасную коллекцию какашек, я не шучу, значит, ну, разумеется, фотографии, да. Он фотографирует экскременты. Юный биолог, да. Значит, она рассказала о своих трудностях в жизни, о бабушке в Таганроге, с которой ей даже разговаривать запрещено. Она звонит, плачет, но ей, внучку к ней не отпускают. Все потому, что мама с папой поссорились много лет назад, так развод называется, да. Вот, и, значит, они не общаются. За две странички этого рассказа мы узнаем о мире взрослых и мире детей больше, чем мы знали, не знаю, прочитав там Достоевского. Мы понимаем всю сущность понятия пошлость. А знаете почему? Потому что потрясающе ярко высвечивается все это, когда оно показано глазами наших детей. Мы с вами были такие же. Мы также смотрели на все это скривясь, потому что невозможно не кривиться, когда ты глядишь на это, вот, когда все это видишь, да. Это совершенно невозможно. И вот они точно так же на все это смотрят. И это потрясающее чувство. Немножко стыдно, но одновременно весело. Это же юмор. Там в конце они отправляются в этот Таганрог, вы не поверите. Все с бабушкой на коляске, с котом, с переносом. Боже, что там будет дальше? Написано, там потрясающий финал, очень точно написано, что вот главное видеть этот оранжевый свет, да. Да все увидят этот оранжевый свет. Там будет, по-моему, взрыв атомной бомбы. Но это весело, да. Но одновременно очень грустно, немножечко стыдно. И даже больно, потому что не должна быть так устроена эта жизнь, да. И там много такого. И мальчика, которого гнобят за то, что его мама, работая уборщицей, тянет на себе там, или кем, тянет на себе семью, просто нет денег сдавать. А учителка это все, значит, постоянно выпичивает. Да перед всем-то классом, когда ты уже сдашь деньги на то или на сё, да. А он такой, и всем детям стыдно за нее. Они понимают, что такой человек не то, что в школе не должен работать. Вообще к зверям в зоопарке допускать нельзя, зверей жалко. Вот, и вот это непереносимые вещи, непереносимые моменты, они, конечно, все в смешном, в смешном обрамлении-то. Но они говорят нам о серьезном, о серьезном. И в этом потрясающий секрет Драгунская. Когда ты ее читаешь, ты плачешь, то вздрагиваешь прямо вот, ну, не до слез, да, ну, просто становится больно, щекотно в груди. А ты такая, Ксения, прекрати уже, либо смеши, либо расстраивай, смеши, расстраивай, смеши, расстраивай. И вот это вот туда-сюда приводит к потрясающему эффекту. Эту книгу хочется перечитывать много раз, цитировать друзьям, знакомым. Пересказывать своими словами, что делать ни в коем случае нельзя. Читайте, это, там каждое слово на своем месте, это варварство, нельзя. Вот, и делиться этой радостью со всеми, всеми, всеми. Потому что это потрясающая проза. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.